Сегодня мы с вами вспомним 16 знаменитых людей, которые ушли из жизни всего за одну неделю 2024 года. 4 марта 2024 года не стала актера Ильи Устюжанинова, известного по роли в сериале «Операция престол». Ему было 40 лет. В открытом доступе имеется информация о том, что причиной смерти актера стал либо инсульт, либо онкологическое заболевание. 5 марта 2024 года из жизни ушел режиссер Антонио Педро Восконцелос. Он принимал участие в создании лент «Невозможная любовь», «Бессмертные» и других. Режиссеру было 74 года. 6 марта 2024 года этот мир покинул поэт, художник и сценарист Айсен Дойду, участвовавший в создании таких лент, как «Государственные дети», «Аэроплан», «Свои люди» и «Интересная жизнь». Ему было 83 года. Сценарист похоронен в Якутии. 6 марта 2024 года свой земной путь завершил оперный певец, музыкальный педагог и актер Александр Сибирцев. В разные годы он был солистом Горьковского театра оперы и балета имени Пушкина, ансамбля песни и пляски советской армии имени Александрова, Пермского академического театра оперы и балета имени Чайковского и Самарского театра оперы и балета. Что касается преподавательской деятельности, то в разные годы педагог работал в ГИТИСе, Пермском государственном педагогическом институте, Самарском государственном институте культуры и Самарском государственном педагогическом университете. Александр Сибирцев прожил 88 лет. 6 марта 2024 года умер режиссер Римас Туменас. Огромному числу людей он прежде всего был известен как художественный руководитель театра имени Бахтангова. Режиссеру было 72 года. Причиной смерти Римаса Туменаса стал оторвавшийся тромб. 6 марта 2024 года ушел актер Николай Чемизов. Известный по ролям в лентах «Сыновья уходят в бой» и «Летучий миллиард». Ему было 78 лет. 7 марта 2024 года не стала актрисой Алисии Павлицкой, снявшейся в фильмах «Как это случилось», «Не люблю понедельник», «Путешествие в неизвестное» и «Год пурпурной розы». Ей было 90 лет. 7 марта 2024 года из жизни ушел певец и актер Стив Лоуренс. Наибольшую известность ему принесли песни, которые были записаны певцом совместно с супругой Эйди Гарме. Впрочем, справедливости ради нужно сказать и о том, что 10 сольных альбомов Стива Лоуренса входили в Billboard 200. В качестве актера он известен зрителям по десяткам фильмов. Среди них ленты «Она написала убийство», «11 друзей Оушена», «Пробуждение» и «Спасая жизни». Певцу было 88 лет. Причиной смерти Стива Лоуренса стали осложнения, вызванные болезнью Альцгеймера. 8 марта 2024 года этот мир покинул артист балета и педагог-хореограф Вениамин Захаров. Он был артистом балета Большого театра оперы и балета Республики Беларусь. А после завершения балетной карьеры преподавал в музыкальном театре и Белорусской хореографической гимназии колледжа. Артисту было 55 лет. 8 марта 2024 года свой земной путь завершила актриса Эштрелла Наваиш. Она снялась в фильмах «Банда четырех», «Полицейские», «Дикий ангел», «Журналисты» и «Клубника с сахаром». Актрисе было 70 лет. До своего 71 дня рождения Эштрелла Наваиш не дожила всего 5 дней. Она похоронена в Лиссабоне. 9 марта умерла Влада Морозова, которая была эквилибристкой московского цирка на проспекте Вернадского. В открытых источниках была информация, что артистка цирка умерла из-за препаратов, которые принимала для похудения. Но близкие девушки все сообщения опровергли. Владе Морозовой было всего 22 года. 10 марта 2024 года умер актер и театральный деятель Юрий Копытин. Он был солистом многих ведущих хореографических ансамблей России. С 1984 года и по 2013 год театральный деятель был главным балетмейстером Воронежского государственного академического русского народного хора. Юрий Копытин прожил 77 лет. Он покоится на Левебережном кладбище Воронежа. 10 марта 2024 года ушла диктор Центрального телевидения СССР, теле- и радиоведущая Светлана Маргунова. Зрителям она хорошо знакома как ведущая развлекательной программы «Глубой огонек» и некоторых выпусков музыкальной программы «Утренняя почта». Кроме того, телеведущая ознакомила зрителей с программой телепередач. Светлана Маргунова прожила 84 года. Причиной ее смерти стал оторвавшийся тромб. Телеведущая покоится на Троекуровском кладбище Москвы. 10 марта 2024 года не стала актера Джиджо Мора. Он знаком зрителям по фильмам «Великая магия», «Римские расставания», «Король смеха» и «Семь часов на соблазнение». Актеру было 78 лет. 10 марта 2024 года из жизни ушел актер Олег Ребцов, в фильмографии которого роли в лентах «Русские деньги» и «Хозяйка тайги». Ему было 84 года. 10 марта 2024 года этот мир покинула актриса Галина Яцкина. В ее фильмографии десятки работ в различных проектах. В том числе актриса сыграла главные роли в фильмах «Половодье», «Женщины», «Времена года», «Эхо далеких снегов», «Неожиданное рядом», «Слово для защиты», «Возьму твою боль», «Человек, который закрыл город», «Провинциалки», «Рогоносец», а также в других лентах. Галина Яцкина прожила 79 лет. Она похоронена в Саратове. Светлая память. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»